Перспективы применения клеточного анализа на чувствительность и резистентность для химиотерапии сарком мягких тканей. Доклад представил Фетисов Тимур Игоревич. Итак, коллеги, только не забывайте про тайминг. Мы не должны выйти из регламента. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите вам представить внимание наш доклад. Перспективы применения клеточного анализа на чувствительность и резистентность для химиотерапии сарком мягких тканей. В первую очередь хочется обратить ваше внимание на то, что химиотерапия сарком мягких тканей, основной ее эффект является стабилизация окулевого процесса и ярко выраженные значительные побочные эффекты. Таким образом, учитывая то, что химиотерапию проводить надо, недостаточный эффект имеет химиотерапия, а также высокий риск побочных эффектов, встает вопрос о создании каких-нибудь критериев, разработке критериев по прогнозированию, каким пациентам надо давать химиотерапию, каким не надо. В настоящее время используются рутинные методы для определения, также используются методы визуализации и начинают активно разрабатываться молекулярные подходы к решению данной задачи. На данном слайде представлен дизайн нашего исследования. При иссечении опухоли производился забор ткани для анализа соматических мутаций, получение культур для дальнейшего проведения анализа химиорезистентности. В нашем исследовании использовались такие препараты, как доксуровицин, ифосфамид, децетокцел, гемцетабин, а также их комбинации, а также анализы экспрессии ряда интересующих нас генов. В конце исследования предполагалось сопоставление результатов с клиническими знаниями пациента. На данном слайде представлен схематический процесс самого теста на определение химиочувствительности и резистентности. Оценка проводилась с помощью резозуринового теста. В качестве критерия оценки использовался расчет индекса чувствительности и резистентности. Если индекс чувствительности и резистентности был меньше 250, образец считался чувствительным, если больше, то резистентным. На данном слайде представлены характеристики группы пациентов, которые мы набрали за данное время. Здесь представлен в результате данного исследования. В результате проведенного исследования были получены результаты по распределению чувствительности и резистентности у пациентов. Это левая часть слайда. Также мы отметили, что полиоморфные саркомы более резистентны к доксорубицину, чем синавиальные липосаркомы. А лиомиосаркомы более чувствительны к гемцитабину и децитоксилу с гемцитабином, чем синавиальные липосаркомы. Также, проводя дальнейший анализ характеристик пациентов с индексом чувствительности и резистентности, мы обратили внимание, что группа недифференцированных полиоморфных сарком в высокой степени за качество мужчины более чувствительны к доксорубицину и фосфамиду их комбинации и гемцитабину, чем женщины. А группа липосарком в высокой степени злокачественны женщины более чувствительны к децитоксилу и гемцитабину, чем мужчины. Также был проведен для 115 пациентов, мы смогли выяснить особенности клинического течения, и для данной группы пациентов был проведен анализ связи химиорезистентности с безрецидивной выживаемостью. Были построены графики, было показано, что пациенты, чувствительные к фосфамиду, к доксорубицину и фосфамиду, имели преимущество безрецидивной выживаемости перед резистентными пациентами. В дальнейшем мы из этой группы выделили группу пациентов, получавших неодиуантную или аодиуантную химиотерапию. Для данной группы также был проведен анализ связи наличия резистентности и чувствительности с безрецидивной выживаемостью. И пациенты, чувствительные к доксорубицину, к комбинации доксорубицин и фосфамиду, а также к комбинации децитоксил и гемцитабин, имели преимущество безрецидивной выживаемости. Так какие есть механизмы и предпосылки к тому, что какие-то пациенты чувствительные, какие-то резистентные? Таких механизмов на данный момент описано много. Наиболее хорошо описанным механизмом являются изменения в трафике лекарственных средств из клетки, ответ на повреждение ДНК и активация паптоза, и изменение мишеней лекарственных средств посредством мутаций. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы решили работать сразу в нескольких направлениях. Одним из них было определение экспрессии генов с ассоциированной с множественной лекарственной устойчивостью. Это ABC-транспортеры, наиболее часто исследуемые это ABC-B1, ABC-C1 и ABC-G2, а также волк-белка MVP. Для этого мы проанализировали 70 образцов опухолей, для которых уже был определен индекс чувствительности и резистентности. Мы выделили группу плеоморфных сарком, 24 штуки, липосарком 16 образцов и синовиальных сарком 11 образцов. Для липосаркома не было выявлено корреляции индекса чувствительности и резистентности с экспрессией к исследуемым генам. В образцах синовиальных сарком была выявлена положительная корреляция гена ABC-C1 с резистентностью к фосфамиду и комбинации доксорубицин и фосфамид, а также к гену ABC-G2 с резистентностью к доцитокселу. Удивительно, но в образцах плеоморфных сарком была выявлена обратная корреляция экспрессии генов ABC-транспортеров с резистентностью к доцитокселу и доцитокселу к гемцитабину, а также была выявлена положительная корреляция экспрессии генов волк-белка с резистентностью к доцитокселу и комбинацией его с гемцитабином. На следующем этапе данного исследования был проведен анализ корреляции экспрессии именно уже самого белка PGP, это кодируемое геном ABC-B1 и ABC-G2, с резистентностью к препаратам. Было выявлено всего 5 образцов экспрессирующих PGP выше порогового значения, что является достаточно малым количеством, и, разумеется, никакой корреляции с резистентностью мы не обнаружили. Для ABC-G2 было выявлено 16 образцов экспрессирующих выше порогового значения, но также не было связи с химиорезистентностью. На следующем этапе мы проводили анализ молекулярно-генетических нарушений с помощью глубокого секвенирования, направленное на поиск и выявление химерных белков, масштабных делеций, вставок дупликаций и инверсий. Это всё было проводено на группе образцов, состоящих из 12 семинарных и 25 плеаморфных сарком. Было показано, что основными путями повреждаемой саркома мягкой ткани является активация P53, репарация ДНК и процессы гликозилирования. Так как большинство мутаций, найденные в нашем исследовании, было связано с P53, мы также внимательно исследовали путь апоптоза, запускаемого P53. В этом случае было выявлено, что мутации, активирующие P53-зависимый апоптоз, ассоциированные с резистентностью докса-рубицина, других корреляций не было найдено. На следующем этапе исследования был проведен анализ экспрессии генов, кодирующих белки основных участников по P53-зависимому пути активации апоптоза. В общей группе 48 пациентов было выявлено, что экспрессия БАКС и ПИД коррелирует с резистентностью к пазопонибу, а экспрессия ГАД-45 коррелирует с резистентностью к докса-рубицина. В группе высокодиверсированных сарком мягких тканей была выявлена положительная корреляция экспрессии БАКС и ПУМА с резистентностью к эфосфамиду. Экспрессия БАКС также коррелировала с резистентностью к гемцитабину. Кроме того, была выявлена обратная корреляция экспрессии гена ПМАИП с резистентностью к докса-рубицину и его комбинации с эфосфамидом. В группе низкодифференцированных сарком была выявлена корреляция экспрессии гена АИП с резистентностью к эфосфамиду, докса-рубицину и эфосфамиду и гемцитабину. положительная корреляция ПИС с резистентностью к базапониву в то время, как экспрессия ГАД-45 отрицательно коррелировала с резистентностью к децитокселу. Таким образом, наиболее интересным с точки зрения терапии саркома мягких тканей является экспрессия генов АИФ и ПИТ-1. На следующем этапе был проведен анализ количества белков. Кодируемых этими генами в общей группе из 40 образцов было выявлено, что количество белка БАКС коррелирует с резистентностью к препаратам второй линии терапии, а также намечается тенденция корреляции к резистентности к токсорубицину. Также было выявлено, что количество белка ПУМа коррелирует с резистентностью к гемцитабину. В группе высокодифференцированных сарком было выявлено, что количество белка БАКС коррелирует с резистентностью к децитокселу и гемцитабину, а количество белка ПУМа отрицательно коррелирует с резистентностью к децитокселу. И в низкодифференцированных саркомах было выявлено, что количество белка ПАКС также положительно коррелирует с резистентностью к второй линии терапии, количество белка ПУМа коррелирует с резистентностью к гемцитабину, а количество к МАИП коррелирует с резистентностью к дозорубицину и фосфамиду. Таким образом, количество белка БАКС в дальнейшем может быть интересно как прогностический маркер на вторую линию химиотерапии, в то время как МАИП может быть использован для прогноза ответа на первую линию химиотерапии. На данном слейде представлены выводы, которые уже, в принципе, прозвучали по ходу доклада. Разрешите их не зачитывать. Тимур Евгеньевич, большое спасибо за доклад. Дискуссия вся потом. Коллеги, еще раз обращу внимание на тайминг. Мы крадем у себя время на дискуссию.